Утро от первого, мы на месте. Ты надо заработать, включи льду эту сколу поезды. Изов принят, уезжаем. Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло утром на улице Жебек-Жолы. Здесь, недалеко от остановки Айна-Базар, столкнулись рейсовый автобус Аксукен-Шимкент и городской автобус, двигавшийся по 44 маршруту. Обе автомашины ехали в одном направлении по улице Жебек-Жолы в сторону Маншук-Маметовой. Рейсовый автобус двигался сзади, и водитель, судя по всему, не соблюдал необходимую дистанцию. По чьей вине произошла авария, сейчас выясняют полицейские. В столкновении никто из людей не пострадал. В этом году в Административный кодекс Казахстана внесены изменения. О том, что они несут для граждан республики, рассказали специалисты ювенального суда. За круглым столом они собрали представителей прокуратуры, департамента образования, общественных объединений и полицейских. Одно из новшеств рассказали судьи, заявление в суд теперь можно подать без лишних проволочек. Теперь, чтобы подать заявление в суд, не нужно обивать пороги учреждений. Для этого достаточно отправить электронное письмо с заявлением в суд. А когда канцелярия его примет, в виде смс секретари суда известят, когда состоится заседание. За последнее время в судах увеличилось количество гражданских дел. Одной из причин такого положения дел, говорят судьи, стало повышение юридической грамотности населения. В 2015 году было рассмотрено 2641 административное дело, по которым наложены штрафы на 17 миллионов тенге. Из них добровольно граждане оплатили 14 миллионов. Всю полученную информацию участники круглого стола пообещали донести до населения. Специалисты ювенального суда планируют проводить такие встречи и в дальнейшем. Днем к полицейским за помощью обратилась жительница Казгурского района. Она рассказала, что потеряла своего пятилетнего племянника. Происшествие случилось на остановке Колос возле базара Комеш-Булак. Как рассказала женщина, она гуляла со своей дочерью и племянником и в какой-то момент упустила мальчика из вину. Мы живем в Казгурском районе. Сюда приехали в гости к родственникам в микрорайон «Восток». Мальчик куда-то убежал. Помогите нам его найти. По словам заявительницы, мальчик постоянно отставал, и она не успевала уследить за обоими детьми. В какой-то момент ребенок зашел в толку, и женщина его потеряла. Полицейские по рации передали ориентировку на мальчика и приступили к розыску ребенка. Как рассказали свидетели, мальчик действительно здесь гулял. Куда он ушел, я не заметил, но видел, что светлый мальчик здесь ходил. Кого-то искал, потом он куда-то ушел. К счастью, уже спустя час ребенок нашелся. Он проявил немалую для его возраста смекалку и добрался на такси к родственникам, назвав безошибочный адрес. Джандос нашелся, бабушка мне позвонила, сказала, что он приехал домой на такси. Все в порядке. Продолжение следует... Продолжение следует...